О таком роботе мечтает каждый мальчишка. Только это не игрушка, а сверхтехнологичная машина. Она выполнена по последним достижениям в области инновационно-гражданской продукции. Он действительно похож на тех самых роботов, о которых многие из нас мечтали в детстве, о которых многие видели в мультиках. Действительно он так похож на человека. И, конечно, он не предназначен для решения каких-то практических задач. Конкретно вот этот персонаж, что умеет делать лучше всех, он умеет играть в футбол. Российские предприятия представили свои достижения на форуме в парке «Патриот». Самые современные виды вооружений – от стрелкового до бронетехники, боевая авиация, беспилотные летательные аппараты. Внимание заслуживали новинки и в других сферах. Например, Челябинск представил так называемый «Глиссер» – аппарат для скоростного передвижения по воде. «Это дорогая игрушка, и она стоит достаточно дорого. Очень такая нишевая фановая история не для всех. Спорт, экстрим, материалы дорогие, новинка, вау-эффект, поэтому пока это все дорого. Но мы стараемся это сделать доступным за счет применения реально отечественных материалов, отечественных разработок». Легкий корпус и двигатель внутреннего сгорания позволяют глиссировать со скоростью 50 километров. Возможности применения российского оружия и техники будут показаны в Кубинке и Алабино. Порядка полутора тысяч организаций представили на форуме около 28 тысяч образцов продукции военного и двойного назначения.